Компания ММС РУС, официальный дистрибьютор автомобилей Митсубиши на территории России, Казахстана и Белоруссии, запустила программу «Путешествие на Байкал» с Митсубиши Моторс, посвященную празднованию 30-летнего юбилея трех бриллиантов в России. В рамках этой программы каждый клиент, заключивший контракт на покупку любого нового автомобиля Митсубиши в период с 1 по 30 декабря, сможет принять участие в розыгрыше «Путешествие на Байкал». Розыгрыш «Путешествие» состоится на официальной странице Митсубиши Моторс в Инстаграм 31 декабря. Троих победителей выберет генератор случайных чисел. Каждый из них сможет взять с собой в «Путешествие», которое состоится в марте 2022 года, одного друга. Также добавим, что покупатели японских кроссоверов и внедорожников сейчас имеют шанс воспользоваться специальным кредитным предложением по выгодной ставке 3% годовых, что также была разработана и запущена в честь 30-летнего юбилея Митсубиши в России. Следующая новость из вселенной коммерческого транспорта, куда сейчас массово приходят зеленые технологии. Так, шведская Scania выпустила серию гибридных грузовиков, которые могут оснащаться различными силовыми агрегатами и системами зарядки. В частности, покупатель может выбрать между 7- и 9-литровым турбодизелем, а также между подключаемым и автономным вариантами. Последний вариант дешевле, так как машина оснащается единственной батареей на 30 кВт-часов. У подзаряжаемой версии аккумуляторов уже три. От мощной 95-киловаттной станции батарею можно заправить электричеством буквально за полчаса. Сам гибридный модуль — это шестиступенчатая коробка, в которую встроены электромоторы с суммарной отдачей свыше 300 сил. Электрическая установка работает постоянно, однако экономия наиболее заметна, когда грузовик работает внутри города. Так, в городских условиях некоторым перевозчикам удалось снизить расход топлива на целых 40%. Помимо экономии, очевидным плюсом гибридных грузовиков является возможность проезжать несколько десятков километров на чистом электричестве, то есть бесшумно, не запуская двигатель внутреннего сгорания. Кроме того, электродвигатели всегда подключаются при трогании и ускорении, а в специальном силовом режиме, который активируется отдельной кнопкой, прибавляют турбодизелю еще порядка сотни лошадиных сил. Продолжение следует...